В Управление социальной защиты населения пригласили настоятеля Василковского храма Рождества Пресвятой Богородицы отца Полихрония. Присутствующие многодетные семьи, опекунские и семьи, воспитывающие детей инвалидов, задавали множество вопросов. Как правильно воспитать детей, сохранить семью и многое другое? На все это были получены ответы на примере православных семей. В этот же день в районном Доме культуры состоялась встреча детей из реабилитационного центра «Надежда» Станицы Березанская с настоятелем Свято-Троицкого храма Станицыного Донецкой, отцом Александром. С большим любопытством присутствующие слушали его рассказ о самой кристально чистой семье святых Петра и Феврония. В завершении встречи каждому отец Александр подарил иконки Петра и Феврония. Коллектив редакции газеты «Власть Советов» с большим удовольствием пообщались с отцом Александром в минувший вторник. В теплой непринужденной обстановке за кружкой чая обсуждали множество вопросов. Что такое семья и любовь в церковном понимании? И как правильно сохранить семью в трудный для нее период? Что бы ни было, всякие у нас бывают и ошибки, и какие-то недоразумения. Знаете, все равно, вот, всегда Господь созидает. На каком бы этапе мы к нему не пришли, он поможет семье. И, конечно же, было интересно узнать о прекрасном таинстве венчания. Венчание – это таинство, которое настолько сильно скрепляет мужа и жену, скрепляет в единое целое и душой, и телом. Те, у кого есть дети, не оставили без внимания и то, как научить ребенка молиться и об их причащении. В завершении беседы отец Александр дал нужный и важный совет для каждого христианина. Приходите в храм, молитесь за детей, родителей, супруга, за всех. В минувший вторник отец Александр посещал детские сады, предприятия и в этот же день посетил кинотеатр «Форум». Он рассказывал о смысле дня, семье, любви и верности. На входе в зал лежала книга добрых слов. Каждый желающий мог записать пожелания или просто хорошие слова. Для присутствующих выступила гимнастка детской и юношеской спортивной школы «Виктория», а после выступили выселковские поэты. Они поздравили присутствующие семьи с праздником любви и пожелали счастливой и долгой жизни.